итак друзья привет да раньше идешь по липовой аллее и такая тишина пустынность а теперь все снуют туда-сюда машин стало много проповаться ну происходит такое в общем изменение я тут с вами хотел побеседовать минутку пока иду такая тема каш антикошачьи сетки на окнах и прочее такое вы делаете если у вас кошки дома вот буквально утром смотрела крайний влог ольги ласточки знаете такого блогера у нее погиб код не знаю погнался за бабочкой за мухой или что в общем выпал из окна и разбился вот и я вот ну тоже переживаю за алиску все время когда на новый лазит там голову высунет сидит в окно смотрит а мама наоборот моя ей все позволяет лазить куда хочешь в общем хочешь в окно высовывал хочешь на подоконник хочешь форточку я вот этого не понимаю я за ней переживаю интересно просто как ваше отношение к этому есть у вас кошки и не что вы делаете с этим делаете листа оставите ли сетки вот этим гадость какая-то вылезла к выходным как всегда вот очень напишите про сетки и вот ну и и и и и и и и друзья я тут забивала сарай и обнаружила точнее увидела одно интересное природное явление сейчас я вам покажу зайду с другой стороны собственно сейчас сарайчик выглядит вот так я вот сейчас эту стену забиваем и останется только задняя стенка и вот тут сверху по мелочи ну и дальше уже там всякие декоративные элементы и так далее так вот сейчас покажу вам то самое явление странное вот я зашла уже другой стороны так сказать за угол и вы видите сколько в воздухе витает маленьких маленьких каких-то мушек их просто тьма я не знаю сколько тысячи миллионы тысяч миллиарды тысяч их очень много они вот от земли до не знаю метра три в высоту их вот рой просто целая куча я не знаю что такое и причем это не муравьи не какие-то там кусачьи а просто маленькие черные мушки как вот знаете когда в земле образуется в горшках черные мушки вот это такого же плана маленькие черные мушки и их просто очень очень много но это так красиво смотрится когда вот так вот на солнышко на фоне заходящего солнца и вот так вот их эти мушки крутятся вертятся в воздухе их очень много и так красиво смотрится такое странное явление и вот так вот и вот мы Доброе утро, если у меня слышите, то вы снимаете, то в ближайшее время всяких видео, ребята, не будете писать, повзоры, блоги. Доброе утро, что вызывает меня Наталья, я звонила. Вот так бывает. Вот так у меня состояние говорить не трудно. Если даже что хотела сказать, постараюсь. Я хотела сказать, что я специально так рассказывала несколько попыток, и разжевывала все каждый момент, потому что мне реально все это понравилось. И, ну, я не хотела, чтобы вы там подумали, что я специально так говорю. Я могла бы здесь короткое видео, но мне хотелось максимально развернуто объяснить, что именно мне понравилось. видео. Да, и, кстати, там есть кусочки, где я звук оставила, но при этом ничего не говорила, просто чтобы вы видели все на моем, все эмоции на моем лице, потому что моя милость говорит сама за себя. Вот так что, надеюсь, что на эту неделю я выздоровлю, и на следующую уже смогу нормально снимать. Конечно, это видео выйдет не в понедельник, не завтра, оно выйдет в течение недели, но как раз когда я буду лечить. все, прощаюсь, а тут остается кусок, и тогда вам придется читать, что я говорю. Вот так что, не болейте, ребятки, это очень херово. На этом, на выздоровление все куча денег, всякие какие-то постилки, хирург вот, кашлят мне сухой, а Алиска пришла. Алиска, кажись, видео пришла тебя поддержать всю дочь со мной. Полезу на окно. Вот, все. Не болейте, ребятки, всем пока. Надеюсь, скоро увидите. Как вам мой урожай? Она очень知道. Это очень плохой урожай. Также они даже привезли кatteи. В этом годуKeep5ache, которая сдержала алиска «триллен больших